Всем привет. Я Хеви, и это моя история. Это история о расколе души на множество осколков. История о расщеплении личности. Я только начал свой уникальный жизненный путь, и пока еще не осознал всю глубину тайны, которая начала раскрываться в моем мире. Все началось так давно, что словно затерялось во времени мой первый важный шаг поступления в престижный университет. На фоне пробуждающихся личностей и загадочных событий, я задаюсь вопросом, какая именно история ждет меня дальше. Возможно, эта тайна откроется мне лишь постепенно, и каждый шаг на моем жизненном пути приведет к новому открытию самого себя. Хеви вышел из университета с ощущением смелости, готовясь к новым открытиям. Встреча с комендантом представила его новым соседям. Иван равнодушен, но Александр обещал яркие моменты. Александр предложил поход в супермаркет, где к ним присоединился Максим. Хеви вызвал удивление, обогатив обувь афроамериканца. Вечер стал временем новых знакомств. После нескольких бокалов атмосфера стала расслабленной. Звонок сбил Хеви с толку, а удар карниза по голове потушил свет Хеви и открыв дверь злой личности Стиву. Новые события открывают его сущность. Раздражающий звон телефона привел Стива в бешенство. Разъяренный Стив поднял трубку и сказал, что ждет в парке Пи. Надев кожаную куртку уже спящего Ивана он удалился с комнаты и направился в сторону парка. Обычный и ничем не примечательный, но ярко-зеленый парк, в котором его уже поджидают те с конца трубки люди. Вскоре приобретет Алло красную нотку. Вернувшись в общежитие в кровавой куртке. Стив закончил этот день драматическим аккордом, он осушил все бутылки с алкоголем купленные парнями в супермаркете и задев недавно повешенный карниз он покидает Хеви. Этот эпизод оказался лишь началом невероятных событий и перемен в истории. Проснувшись на следующий день, Хеви понял, что ничего не помнит. Ваня лишь посмеялся и пропал за ноутбуком. Иван и его умение завоевывать сердца женщин вдохновило Хеви. Полон решимости и терпения, он начал свою собственную трансформацию, стремясь повторить успехи Ваньки. Хеви начал переписываться с одной, с десятком, а затем с тридцатью девушками, едва успевая отвечать на сообщения. Каждая дама была особенной, с уникальным характером, своей жизнью и хобби. Хеви так увлекся, что просидел за компьютером до утра. Не столь увлекательные собеседницы были отфильтрованы Хеви, и с первыми лучами солнца он оставил лишь три, с которыми он продолжал переписываться до самого утра, даже на занятиях парень не мог устоять от переписки, что привело к замечаниям преподавателей. После этого он решил отложить телефон, чтобы полностью сосредоточиться на учебе. Вернувшись в общежитие, он понял, что осталась всего одна девушка, ставшая для него особенным этапом жизни. Хеви стал стремиться к переменам и жаждать новых открытий в мире отношений. Рутина переписок и учебы, хотелось бросить учебу, они уже начали даже встречаться в переписке, Хеви боялся ей не понравиться, а девушка боялась не понравиться ему, поэтому и не настаивала, и вот прошло еще две недели, и чувства обрели такую силу, что Хеви поехал к ней.